Внезапно американцы стали жить в менее безопасном мире. Они чувствуют свою экономическую уязвимость, по причинам, о которых вы только что слышали. Ближайшее будущее представляется им неопределённым. При любом подобном кризисе важно, чтобы руководители помогли обществу почувствовать безопасность и уверенность. Думаю, что ежедневные президентские брифинги этому способствуют. Но в некоторых частях страны власти делают прямо противоположное. В Лос-Анджелесе, Кливленде и других городах чиновники начали досрочно освобождать заключённых. Конечно же, они всегда этого хотели, но теперь они могут сказать, что это ради сдерживания коронавируса. Как именно это поможет, они не объясняют. Конгрессмен Айана Пресли хочет, чтобы и федеральные власти к этому присоединились. Смотрите. Каковы рекомендации для заключённых и для персонала, и чтобы Федеральное бюро тюрем использовало все свои полномочия? Думаю, сейчас наступило самое время сократить некоторые тюремные сроки, потребовать помилований и позаботиться о самых уязвимых. 10% заключённых старше 60 и уже с хроническими заболеваниями. Нам следует освобождать их из соображения сострадания. Ага. Заметьте никакого сострадания к обычным людям, прячущимся по домам, в то время как на улице выпускают тысячи преступников. До них никому нет дела, ей это уж точно. Но это ещё не всё. Во многих городах власти приказывают полиции перестать защищать общество. В городе Филадельфия полиции приказали не арестовывать даже за существенные преступления. Преступления, связанные с наркотиками, проституцию и вандализм, дам, конечно же, и так терпят. Но теперь незаконное проникновение в жилище и угон машины тоже сойдут с рук. В Филадельфии человек может вломиться в ваш дом и его не арестуют. Представьте себе. Вместо этого полиция просто выдаст ему вызов в суд и отпустит, помолясь о том, чтобы он явился в суд. В Форт-Уэрте полиция больше не будет арестовывать за кражу на сумму менее 100 долларов или за вандализм. Вандализм. В момент, когда все на нервах. В округе Лос-Анджелес, это юрисдикция с населением 9 миллионов человек, управление шерифа арестовывает всего 60 человек в день. В 9-миллионном округе, раньше, до коронавируса, было 300 в день. Все это обостряет и без того явно нестабильную ситуацию. Школы закрыты, а значит миллионам подростков нечего делать. Большинство из них, конечно же, хорошие дети, но они же подростки. И некоторые из них будут нарушителями спокойствия, потому что молодежь, она такая. Как же они поведут себя, осознав, что могут разграблять магазины, угонять машины или уродовать общественные места? И полиция ничего им за это не сделает. Что это, по-вашему? Вы знаете, что это рецепт хаоса, и люди это чувствуют. Вот почему в первой половине месяца по всей стране подскочили продажи огнестрельного оружия. Если полиция объявляет, что не будет вас защищать, не будет делать свою работу, потому что этого не позволяют политики, которые ее контролируют. А потом ваши жилые районы выпускают преступников. Что это значит? Это значит, что вы сами должны защищать себя и свою семью. Но вы и так это знали. А вот некоторые представители власти эту мысль не переваривают. К примеру, мэр города Шампейн берет на себя чрезвычайные полномочия, включающие право на прекращение продаж оружия. Мэр Нового Орлеана берет на себя еще более широкие полномочия. Она заявляет, что если захочет, может запретить и транспортировку оружия. Фактически, это запрет на скрытое ношение. Тирания налицо, но проблема глубже. Государство не защищает вас, подвергает вас еще большей опасности, а потом еще и пытается помешать вам защищать самих себя. Что это такое? Задумайтесь, это поистине зловеще. Раз, два, три!